Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Парламент Западной Армении чтит память жертв ассирийского геноцида. Выступление министра иностранных дел Западной Армении Лидии Маркосян. Северский договор более актуален 101 год спустя. Министр обороны Аршак Карапетян вылетел в Москву по приглашению Сергея Шойгу. США не должны поставлять оружие Азербайджану, который регулярно применяет силу против своего соседа Адам Шиф, говоря о геноциде против езидов. Геноцид ассирийцев был признан Западной Армении официальным указом номер 34, подписанным президентом Арменаком Абрамяном 6 апреля 2015 года. Депутаты считают важным, чтобы все армяне помнили, что ассирийцы подверглись геноциду на территории Западной Армении со стороны Османской империи. Следует напомнить, что геноцид армян, греков и ассирийцев – самая позорная страница в истории Османской империи. Трагедия 20 века, заявила Земфира Мирзоева, член Совета Армении и депутат ассирийской общины. Она добавила, что три народа объединяют бой, что необходимо объединить усилия вместе работать в международных организациях, требуя признания геноцида. Мирзоева также напомнила, что ассирийцы всегда готовы поддержать армянский народ, как это произошло во время Арцахской войны, когда было убито 9 членов общины. Следует отметить, что 7 августа – день памяти ассирийского геноцида во всем мире, в том числе на севере Ирака. Сегодня ассирийцы, как армяне и греки, являются потомками тех, кто пережил геноцид в Западной Армении, оккупированные в 1915-1923 годах. По оценкам, в то время было убито от полумиллиона до 750 тысяч ассирийцев. Таким образом, Западная Армения признает право греков и ассирийцев на получение гражданства Западной Армении. Право на самоопределение оккупированных народов. Дамы и господа, все, кто стоит в авангарде политической борьбы за национальное освобождение. Прежде всего, я хотел бы выразить свою солидарность со всеми народами, которые страдают от угнетения, вызванного оккупацией и колонизацией. Я призываю вас продолжить конференции Zoom, где интернет способствует углублению наших общих знаний, объединяя усилия. По этой связи хочу поблагодарить всех организаторов, участников и слушателей, которые своими действиями способствуют устранению величайшей человеческой несправедливости, колонизации и оккупации. Напомню, что мой народ, которому более 10 тысяч лет, коренной народ, живущий на земле своих предков, которая расположена между тремя морями – Каспийским, Средиземным и Черным. Армянский народ был угнетен политикой империи, и сегодня он продолжает угнетаться турецкими получищами из Средней Азии и с турецкой тиранией, которая вторглась на Армянское Нагорье в 1076 году, подвергнув коренное население жестокому варварству. 101 год назад в этот день в пригороде Парижа-Севре был подписан мирный договор, который изменил судьбу всего Ближнего Востока, в частности Армении. Этот договор стал шагом к справедливому возмещению ущерба страдающим народам Ближнего Востока. Право армянского народа на восстановление независимого государства на своих исторических землях в Армянском Нагоре было признано во всем мире. Согласно договоренности, он предложил президенту Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсону провести границы будущей независимой Армении. Западная часть этих границ должна была проходить через Эрзурум, Ван Битлис, Трабзон. Вудро Вильсон вынес арбитражные решения по границе, но гораздо позже – 22 ноября 1920 года. Армянский народ, переживший геноцид и депортацию, наконец поддержал победу в своей справедливой борьбе, которая, к сожалению, осталась только на бумаге. Северский договор не был реализован в новой международной обстановке. Придя к власти в Турции, Ататюрк принял шаги по нейтрализации Северского договора. Турция напала на Республику Армения и при огромной поддержке России попыталась добиться отмены соглашения. Россия и Турция в 1921 году учредили свой Север, договорами оккупировав территорию Республики Армения и разделив её. Армения осталась в небольшой резервации армян в виде Советской Армении, где в 21-23 годах XX века русско-турецкие силы совместно продолжили массовые убийства и депортации армян. Волна массовых убийств и депортации продолжалась в 1930-х и в конце 80-х, сводя к минимуму присутствие армян в исторической области, что препятствовало политическому, демографическому и экономическому развитию. Последствием всего этого стала первая освободительная война Арцаха в 88-94 годах XX века. Победные результаты которой не могли принести армянам выгоды. Манипулируя повесткой дня, поставленной перед нами иностранцами, в то время как единственным международным правовым документом был Северский договор с Вильсоном и его арбитражное решение. В тот же период турецкие варвары сделали большую часть наших нерешительных шагов, навязывая свою ложную повестку дня в регионе. 44-дневная война в Арцахе в 2020 году доказала, что переговоры повестки дня, представленные нам за последние 30 лет, носят антиармянский характер. Они не обеспечивают жизненно важные интересы нашего народа, но ряд политических кругов Армении продолжают свою антиармянскую позицию. Антинациональный характер этой политики ощущает Западная Армения, единственная боющаяся за единую Армению, ратифицировавшая Северский договор в 2016 году. Напротив, турки очень хорошо понимают силу и ценность армянского вопроса, а синдром Севера не оставляет Турцию покоя. Поэтому сто лет спустя Эрдоган снова сражается против Севера, создавая различные комиссии и проводя военные операции по всей цивилизованной Сирии. И упоминание Эрдоганом Севера в подходящих случаях является доказательством того, что Турция боится использования Севера. А для нас вопрос Севера – это вопрос национального существования армянского народа. Министр обороны Армении Аршак Карапетян находится сегодня с рабочим визитом в Российской Федерации по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу, сообщает Управление информации и общественных связей Министерства обороны Армении. Согласно сообщению, министр обороны Армении встретится со своим российским коллегой в Москве, а также планируется ряд других рабочих встреч. Это второй визит Карапетяна в Москву после того, как он фактически возглавил Министерство обороны Армении. Он был в Москве 27 июля, когда исполнял обязанности министра обороны Республики Армения. Член Палаты представителей США, заместитель председателя фракции Конгресса по делам Армении Адам Шиф – демократ из Калифорнии. Глубоко обеспокоен продолжающимися угрозами армянскому народу после войны, которую ведут Азербайджан и Турция против Арцаха. Отвечая на вопрос Армен Пресс, конгрессмен заявил, что поставки оружия США в страну, которая регулярно принимает силу против своего соседа, недопустимы. Вот почему Нижняя Палата Конгресса одобрила поправку Палона, которая, по словам конгрессмена Шифа, должна привлечь к ответственности режим Алиева. Показывая, что Соединенные Штаты не будут закрывать глаза на применение силы Азербайджанам против Армении и Арцаха. Езиды, которые в период с 1906 по 2014 год пережили 74 массовых убийства, считаются страной, пережившей наибольший геноцид. Первый удар меча начался, потому что вместо того, чтобы поверить в солнце и природу, они не приняли ислам, который правил на Ближнем Востоке. И этот удар продолжается и по сей день. Они встречались с массовыми изгнанниками, были убиты на полях смерти. И когда и как это совершалось, было неизвестно. Женщины и дети были сексуально порабощены. Их сжигали заживо в своих домах. Весь мир отвечает 3 августа как день геноцида езидов. Как угнетенный коренной народ, чья родина была завоевана, угнетена и презиралась, мы также осуждаем геноцид, совершенный против народа езидов. Езиды, как и армяне, греки, ассирийцы и халдеи, исторически были вынуждены жить в основном за пределами своей родины из-за геноцида и массового изгнания. Объединенная революционная борьба езидов и коренных народов региона, в том числе армянского народа, ликвидирует это позорное рабство. А далее для вас Хазар Сардарапат. Хазар Сардарапат. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.